Здарова всем, привет, Саня, спасибо за рейд. Да, я малой. Вот фолликула, вот как будто не то назвали фолликулой. Вот фолликула, но я просто фолликула. Лежит, отдыхает, лежит, отдыхает. С бородой реально старый, я что-то сегодня с утра заколпачился, на себя начал смотреть и понял то, что я состарился. Я выгляжу на 27, на 28 с этой бородой, хотя сам типа, ну такой, такой глупенький пацанчик. Да ребят, ну я еще поправился, по-моему, хотя вроде, короче, на весах одна хуйня, поняли, а в жизни по-другому. У меня ебало толще стало, но это я из-за отеков не поправился, нихуя, это просто отечность. Я не знаю, с чем это связано, у меня постоянно отекает ебало. Видите, ебучка такая пухленькая. Котто, спасибо, это Борис, это Баря, мой сын. Пока Аня улетела в Дубай, Борис у меня находится. Чисто с батей. Мы тут тусуем, все, он меня кусает, хуйло ебучее, я с ним играю. Вот что за хуйня, вот что у меня палец просто так грызет, а? Сосиска. Чисто попугай карманный. Можно я женюсь на баре, ты с чего? С ума сошел, с ума сошел или сошлась, шуй, вы ебанулись, что за хуйня вообще, блядь. Тебе дом говорит, зайдет, спасибо. Спасибо, что подсказываете, реально. Привет, актер, здорово. Мне хуй дело, поэтому сегодня мы будем обсасывать видос. Вам понравился видос Илюхи? Да, мы вчера подгорели на Илюху, жестко, всем составам, кто участвовал и вообще. Короче, нам показалось, что видос очень слабый получился. Финальный монтаж супер слабый. Ну, нам так показалось, что как будто... Я вообще не таким видел этот видос, помни, я когда он вышел, мы его посмотрели, я прям расстроился очень сильно. Бля, какой баре охуенный, это просто пизда. Вот таких котов по пальцам, нахуй, пересчитать. Ну, это же просто пластилин. Вот чел, которому нравится тепло, которому нравится ласка, кошачья, просто вот так берешь, все. Все, он не уходит, блядь, ну это же вообще пиздец. Ну, где таких найти? Это же такой рандом, нахуй, чтобы у тебя вот такой появился. Ну, чуть-чуть покусывает зуб, но это вообще не больно. Так, чуть-чуть покусывает играюч. Козлина, бля, маленькая. Ну, это такое, а? Перец. Не, я хуй знает, как жить без кота. Ну, смотрите на это чудо. Сука, еблуша, блядь. Все, давай, иди спи, баре. Кстати, говорят, что когда кошечка у тебя дома живет, то нельзя брызгаться в дезодорант. Ну, нельзя, чтобы от тебя пахло духами, типа, жестко. Это вредит животным. Шарите, пиздеж. Но я после этого стал рядом с баре не брызгаться. И когда я набрызган дезодорантом или всякой какой-то хуйней, я его не подпускаю к себе. Леша, где мама? Моя мама в электростане. Спасибо, что интересуешься. Кстати, Леш, вас засудили, ваш фильм намного лучше. ХЗ получилось для меня лучший кайф. Спасибо большое. Я знал на 100%, что так и будет. Я был уверен на 99%, что мы, когда фильм будем в зале показывать, я не знал, какой у ребят. Мы не видели до этого. Но я был настолько уверен в нашей работе, несмотря на то, что она тоже растянутая. Там в середине нихуя непонятно, потому что был маловременный монтаж. И Виталий, который монтировал, дай бог ему здоровья, это просто гений. Этот человек, ну, бля, это легенда. Он сейчас ебашит так, чтобы потом быть в топах. Ну, я думаю, вы видели. Один чел, блядь, который просто был монтажером. Который изначально просто делал нарезки по нам. Переехал в Москву. Мы там ему чуть-чуть помогли. Илюша ему помог. Он стал, ну, типа, был монтажер, уже два года почти монтажеру Илюхи Эксайла, Виталия Уцайт. Потом он приезжает в Москву, становится оператором. И он один делает вот эту хуйню. Вот эти начальные кадры в фильме нашим. Это просто пиздец. Вы видели, да, где мы в баре сидим? Это, это ебать, как красиво. Чел только начинает. Жестко. Очень сильный Виталик. Короче, я был уверен почти на сто процентов, что мы... Просьба о помощи для моей мамы. Есть все документы и ряд ТГ-каналов, которые репостили с подтверждением. Если да, то куда можно написать? Заяц, я не думаю, что это возможно. Прости, пожалуйста, я не думаю, что это возможно, потому что... В день у меня огромное количество людей просят... Пишут с точно такими же сообщениями. И как будто это будет неправильно, если я сделаю репост твоей истории, и не сделаю репост другого человека, у которого то же самое, поэтому... Поэтому я просто беру на себя ответственность, что я еблана и никому не помогаю. Я помогаю людям, просто я об этом не говорю на стриме. Барри, не надо, там кипяток. Какого хуя про себя... Какого хуя я вообще имею право про себя такое говорить? Что я урод. Какого хуя? Есть люди, которые обожают себя, ценят, и у них там, предположим, не дай бог, нет глаз, еще и что-то. Ёбанур, схуяли люди, вот, у которых объективно все хорошо, говорят, что они некрасивые. Да это же вообще такой ебанизм нахуй. Как можно это вообще представить себе такую хуйню? Блядь, девушки многие, им не нравятся их носики, хотя они объективно красивые. Они их делают ринопластику, и носы превращаются в хуй по ничто. Ну ладно, не мне судить, это точно. Каждый человек делает, что хочет. Я вообще нахуя-то себе волосы пересадил. Амина? Не. Я видел Амину до ринопластики и после ринопластики. Ну я не думаю, что это я скажу что-то обидное, что-то плохое. Ари... Ой, Арина. Амина после операции у нее нос стал лучше, чем был до этого. Я не могу сказать, что типа до ринопластики было что-то ужасное. Нет, нихуя. Саныч, парадеешь, ты у меня на стриме? Нет, просто я очень хочу прочитать то, что ты написал в компу, хазиева. Но я думаю, нельзя это прочитать, потому что тебе прилетит за это. Сорян, чат, блядь. Извините за то, что настолько жестко сейчас вас забайтил. Знаю, что вы хотите, чтобы я подставил про девича и еще кое-кого. Прочитав кое-что, что написали. Леха, можно на оценку скинуть коллекцию? Сегодня дропнул. Я видел, брат. Если хочешь на оценку чата, можешь скинуть в чат. Попросить модера, чтобы они скинули ссылку в чат. Я не против на твой инстаграм. Я знаю, что ты делаешь хорошие дела. Ты делаешь хорошие шмотки, сидя дома. Сам вручную шьешь. Этот чел Реверклоу, он продал компьютер, который у него был. Он продал компьютер, чтобы купить швейную машинку. Просто держу в курсе. А, 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 ты чего, баречка? Блядь, я говно забыл убрать. Убери. Сиди, пострим. Ну, пообщайся с чатом, что ты. Ну, будь человеком. Пообщайся с чатом. Все, я убрал. Так, значит, что хотелось бы сказать. У меня... Вы знаете, что такое синдром самозванца? Я вам сейчас расскажу самый вот сильный пример, когда я точно понял, что у меня синдром самозванца. Я из-за этой хуйни загнался. И до сих пор в загоне из-за этой хуйни. На примере фильма, когда мы... Наши фильмы показывали, вот эти, которые мы отсняли, мы сняли кинотеатр, увидели все это видосик, кто смотрел. Пришли разные люди, медийки. Просто простые смертные. Шутка. Вот. И я залил кофе клавиатурой, блядь, гандон. Вот. И когда показали все короткометражки, и после этого ко мне начали все подходить, и типа, вау, ты ебать отыграл. Блядь, ты актер, тебе на большую... Себе на большой экран, тебе фильмы. Блядь, ебать ты отыграл. И каждый раз, когда ко мне подходили, у меня в голове, типа, блядь, ебали они мне льстить. Ну, типа, нахуй они пиздят мне. Все просто подряд. Каждый мне это говорит. И я думаю, блядь, что за хуйню вы несете? Было ощущение, что все сговорились. И просто не... И просто не хотят меня обидеть. Поняли? И вот момент, я понял, что это реально, это какая-то странная хуйня. И это вот самое сильное проявление синдрома самозванца. Когда меня все хвалят, типа, за объективно, нормально, типа, хорошую работу. А я думаю, что надо мной прикалываются. Просто скрывают что-то. Не хотят меня обидеть, сказав неправду. Пизда вообще. Стасик, Стасик. Заговор. Ну, это наоборот хуйё. То, что я такую хуйню испытываю. Я не могу какую-то, знаешь... Я... Когда на меня... Пизд... Чё за хуйня? Когда на меня пиздят? Когда мне говорят что-то хуёвое, я воспринимаю это, как... Ну, знаете, зачистую монету, да? Если только не в случаях совсем, когда, знаешь, просто какой-то еблан мне что-то говорит, тогда мне... Ну, поебать абсолютно, потому что я знаю, что... Вот. А когда мне говорят хорошее, я думаю, ну, не, ну, это хуйня какая-то, ну, что-то несёт. Блядь, это очень хуёвое для... Ну, для психо... Для твоей головы это очень плохо, когда ты не воспринимаешь, что ты не можешь себя объективно оценить. Ты оцениваешь себя охуёво. Когда ругают, ну, это нормально. Когда хвалят, ну, чё за хуйня, блядь? Так не должно быть. Нужно... Нужно в среднее иметь что-то. Не должно быть так, как у меня, и не должно быть, когда чел просто себе настолько охуенного мнения, блядь, что он такой охуенный. Но это, наверное, ещё хуже, когда чел о себе всегда охуенного мнения, потому что со стороны он кажется просто смешным ебланом. Он отталкивает от себя людей тем, что он такой... Блядь, он типа охуенный. Блядь, почему у меня монитор сверкает? У меня просто белый полз вот так появляется по монитору. Это, наверное, либо видеокарта умерла, хотя компьютер новый. Либо проводам пизда. Надо сейчас поправить, погодите секундочку. Я потыку, потыку. А то Баря, в принципе, мог погрыз провода. Никуёво снизу. Он умеет такое делать. Блядь, ничего не поменялось. Продолжение следует... Продолжение следует...